В эфире Радио России Гитарист Юрий Бадал, актер Максим Кривошеев и много-много наших постоянных участников Вы видите, сзади нас такая часть айсберга под названием Гавань Потому что Гавань объединяет огромное количество замечательных людей Понимаете? И вот это сотая часть Потому что в каждом городе у нас есть друзья К нам пишут письма, присылают кассеты И я, когда вижу этих людей, у меня сразу настроение становится хорошее Они как-то пригносят удачу, эти люди И вы увидите, каждый из них как золотой фонд наш Ансамбль «Редкая птица» под управлением Владимира Муромцева С этими очаровательными людьми мы встретились однажды И всегда у нас бывает, дружба наша продолжается Спасибо огромное и вам, Елеонора, и вам, уважаемый Дверх Николаевич, что мы снова собрались Владимир, и спасибо Радио России, которая, в общем-то, эту встречу нам организовала И Московскому Международному Дому Музыки Вот благодаря всем перечисленным эта встреча состоялась Чудесно, ну а начнем мы, я надеюсь, что вот есть И давайте проверим еще аккорпионщик, чтобы у нас все появилось Все звуки, необходимые нам, и скрипочку И я надеюсь, что мы споем эту песню где-то вместе В Кейптаунском порту В Кейптаунском порту Пробойною в порту В стране направлял атаки Но прежде чем уйти В далекие пути На берег был отпущен И в порту В сутку В реклайску улицы В Кейптаунском и Элла Скайприз Они идут туда Где можно безград В стране семьи и женщины Приятные кипа пеница Где пеница И русские Кричат вошла Одночу, кто живой Ворвался пароход Сияние своих проживков Узлой богиного моря Зашли горе бою в пол Четырнадцать разом Всех в море И поконишь Как море лодичка А на пути Наверно петь Они пришли туда Где можно безград В стране семьи и женщины А на пути Зашли горе Как звено И женщина И юбки русские Кричат вошла Войдет под ресторан Увидит англичан Французы были просто Взлышаны Кортики достал Морской за выпуском Они пролист как дети В сутки Толгереша и рангий И от печали начали стрелять Война пешагля Где можно безград В стране семьи и женщины Как дыма пирается И пирается Как дыма пирается И юбки русские И женщины 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, песня-то получилась вот такая «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Сергей много исходил Фольклорных экспедиций Много принес песен Исконно таких русских Жестоких романсов Ну вот в программе нашел свое место Свою нишу У Сергея замечательный голос Сейчас в этом убедитесь И потрясающую песню он находит И когда к нам приходила Поющая звезда Они обычно входят К самодеятельности пришли Мы так Сережу выпускали И сразу же отношение к нам резко менялось Если уж у нас учителя литературы так поют Вы же понимаете как профессионалы Я должен открыть вам тайну Почему Эдуард Николаевич меня так хвалит Это не за голос, не за что-нибудь другое А вот за что Когда я вшел в программу, это было давно Самым несчастным человеком там был он Потому что считалось, что он не умеет петь, не имеет слуха Его выпускали объявить Значит начало Сказать здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте И дальше за кадром творилось просто Геноцид можно сказать И ему очень хотелось петь Это было видно по глазам И тогда я нашел песню Где он выучил один куплет И на удивление Леонору Николаевну Но он его пел чисто И в кулисах мне сказал Леонор Николаевич Запомни, ты всегда будешь в программе Потому что Поэтому я пользуюсь своим положением Видите, и одним из первых меня выпускают Мы сейчас эту песню споем Мы это кто? Гарда Николаевич Он только не всегда помнит, когда я мог вступать Но я махну А говорят Кольцо Крнуки А я надену Сразу Два А не кольцо Нас разлучила Разлучила Нас судьба А не кольцо Нас разлучила Разлучила Нас судьба Я парамела Я чебурела Я сам Самый лету Я парамела Я чебурела Горосиканския Я парамела Я чебурела Горосиканския Прекай, качать, калоша Тяжую, мохнатую А я поеду вдали Два 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 Я парамела Я чебурела Я сам Самый лету Субтитры подогнал «Симон» 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 Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Спасибо, Вадим Вот записка Рады вновь видеть вас Спасибо, безусловно Мы тоже по вас ужасно соскучились Дорогие наши зрители Спрашивают, есть ли видеокассеты Видеозаписи Знаете, в Америке есть Их выпустили сразу Как только мы там появились И программы, они продолжают Успешно это все делать Мы, работая на НТВ Работая на ТВ6 и на ТВС Каждый раз обращались К руководству канала С просьбой делать кассеты Значит, даже соединялись с фирмами Которые готовы были их выпустить Не выпустили Так, сейчас Арчи, пожалуйста Артур Гладышев Это вот, не знаю, почему он сегодня Без шляпы, специально ковбойская Потому что у него А мне вообще не сказали, что как будет А пришел, чего, на лавочке посидеть? Мимо шел А, мимо шел Вот, это песни ковбойские Такие переделки В данном случае попрошу тебя спеть На мелодию Поспели вишни в саду у дяди Вани Про Маиса, дядя Била Ну, потому что, да, уже Про вишни хорошая песня Ну, видимо, чтобы что-то изменить Она была переделана Коспера музыканты Коспера музыканты Ля Минор Поспел Маис на ранчо, дядя Била У дяди Била Маис поспел на ранчо А дядя Бэгги Била в гости пригласила А мы с друзьями погулять пошли пораньше А ну-ка, Чарли, не ругайся Ну-ка, Джонни, наседай А ну-ка, Фред, куда ты брешь? Опять ты тут Поспел Маис на ранчо, дядя Била Ну, а теперь там только картосы растут Все вместе поспел Маис на ранчо, дядя Била Ну, а теперь там только картосы растут Все в Арканзасе знают, дядя Била Придурка, хама и дебила А тетя Быки, рыжая копыла Сегодня в баньку жарко и сдобила А ну-ка, Чарли, не ругайся Ну-ка, Джонни, наседай А ну-ка, Фред, куда ты брешь? Ну, а теперь ты тут Поспел Маис на ранчо, дядя Била Ну, а теперь там только картосы растут Поспел Маис на ранчо, дядя Била Ну, а теперь там некоторых картосы растут Пока до тетя Быки Дядю Била Паранти мыло Почти без мыла Маис на ранчо как волною смыла У дяди Била Ой-ой-ой, у дяди Била А ну-ка, Чарли, не ругайся Ну-ка, Джон, разъедай, а ну-ка, Брэн, куда ты пырёшь, опять ты тут? Подпел боись на ранчо, дядя Била, Ну, а теперь там только кактусы растут. Подпел боись на ранчо, дядя Била, Ну, а теперь там только кактусы растут. У дяди Била харю всю перекосило, Когда узнал, что без него на ранчо было. Он среди кактусов злой вроде, как харила. Попробуй суйся, а лучше же больно. А ну-ка, Джон, разъедай, а ну-ка, Брэн, куда ты пырёшь, опять ты тут? Подпел боись на ранчо, дядя Била, Ну, а теперь там только кактусы растут. Подпел боись на ранчо, дядя Била, Ну, а теперь там только кактусы растут. Спасибо. Давайте сейчас, там очень-очень простые слова в этой песне, Можно её просто будет спеть хором. Просто повторяй слова. Я первый куплет напою. Господа музыканты, си минор. Когда с тобою встретили, Погода была ясная, И ветерок при бедных пах На кудре разбивал. Прости, не виноват ли я, А так, куда? Прости, не виноват ли я, А так, куда? Что очень в скором времени Меня ты потерял? Меня ты потерял? Всё вместе! Прости, не виноват ли я, Пока куда? Прости, не виноват ли я, Что очень в скором времени? Что очень в скором времени Меня ты потерял? Ты был со мною ласковый? Ты был со мною ласковый. Ты был со мною мне сильный, Внимательный со мною был, Внимательный со мною был, А он совсем другой. А он совсем другой, ой, ой, прости Прости, не виноватая, пока путам Прости, не виноватая, что наши взгляды встретились Что наши взгляды встретились И он пошел со мной, и он пошел со мной Ой, 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 прости, не виноватая Пока путам, прости, не виноватая Что наши взгляды, что наши взгляды встретились И он пошел со мной, и он пошел со мной Ты все еще надеешься, что будет все по-прежнему И будем мы по-прежнему, и будем мы по-прежнему Любовь хранит свою, ой-ой-ой-ой, прости Прости не виноватая, пока будто Прости не виноватая, что друг твой удивительный Я его люблю, и я его люблю Праздник не виноватая, что друг твой удивительный, и я его люблю. Модуляция, когда с тобой встретились? Погода была ясная, и ветерок приветливый, нам пудри развивал. Праздник не виноватая, когда путал, праздник не виноватая, что очень скоро времени, меня ты потерял. Ой-ой-ой-ой, праздник не виноватая, когда путал, праздник не виноватая, что очень скоро времени, меня ты потерял. Спасибо! Мы сидели, ну спойте что-нибудь, так вот, ну так интересно. И как только они спели, мы поняли, что мы с ними расстанемся. Вот сейчас вы это тоже увидите. Так, Лариса Крылова. Давай, наверное, ту песню, с которой вы 4 часа сидели. «Про рехи до заплаточки». Михаил Крылов, Лариса Крылова, профессиональная певица. «Про рехи до заплаточки, вся жизнь моя». Занозились все тапочки, да стилики до нуля. Шнурочки на ботиночках, в узлах, в узлах. Опять золотая же дырочки, ты на штанах. Опять золотая же дырочки, ты на штанах. Чулочки все застираны, гнильон, гнильон. И все, конечно, с дырами давны, давно. Я свет ловлю по рехи все, и дыры те, и то, что мне было. Судьбе, 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 и то, что мне пределать. Судьбе, 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 живь на жизнь, не светуя. И, боже мой, прошу, прошу, посветуя с пустой сумой. Прорези заплаточки, ловлю ветра. Целуют мои пяточки, горека судьба. Целуют мои пяточки, горека судьба. Старей тебе заплаточки для жизни в России. Спасибо, спасибо. Лариса, наверное, какую-то коронную песню «Я милого узнаю по походке». Давайте, любимая песня. Я милого узнаю по походке, он носит, носит брюки лепы. А шляпку уносит на банану, ботиночки уносит на реман. А шляпку уносит на банану, ботиночки уносит на реман. Зачем я вас, мой родненький, узнала? Зачем, зачем я полюбила вас? Ах, раньше я этого не знала, Теперь же я страдаю, божди, счастье. Ах, раньше я этого не знала, Не знала лично, теперь же я страдаю каждый час. Вот, милый мой, уехал и не вернётся, Уехал он, как видно навсегда. Воздух он больше не вернётся, Осталась только карточка дна. Воздух он больше не вернётся, Осталась только карточка дна. Воздух он больше не вернётся, Осталась только карточка дна. Воздух он больше не вернётся, Осталась только карточка дна. Зачем, зачем я полюбила вас? Осталась только карточка дна. Воздух он больше не вернётся, Осталась только карточка дна. Вы знаете, когда будет прослушный, мы объявим по радио, приходите. Сейчас у нас появился Гарин Юра, человек, с которым мы познакомились недавно. Вот, у нас есть часть людей в гавани, которые активно занимаются горно-лыжным спортом. И нас давно-давно приглашали, уже несколько лет приглашали в горы, на лыжи. Вот, впервые Эдуард Николаевич зашёл на Чигет. И, кстати, здесь есть человек, вот, между прочим, Коля, встань, пожалуйста, Николай Телезнёв, который помог Эдуард Николаевичу спуститься с этого самого страшного Чигета. А Эдуард даже не подозревал, насколько это опасно и сложно, и Коля, вот, не дал ему это почувствовать. И вот, Юра Гарин был организатором фестиваля. Юра Гарин, бард. Бардовская песня. Он много сочиняет песен своих, он выступает с сольными концертами, но мы его обычно просим петь гаванские песни, как можно ближе быть к народу. Нет, я, на самом деле, никогда не считался гаванским человеком по песням, по репертуару, но всегда любил эту передачу, потому что это, на мой взгляд, самая народная передача. С большой радостью, вот, я принимаю часть, если меня зовут, в этой программе на радио, и вот сегодня первый раз я здесь, на сцене. В этом году Эдуард Николаевич Успенский, помимо всех своих званий, это, значит, народный поэт, народный писатель, народный телерадиоведущий, ищил одно звание – это «Народный горнолыжник России». Поздравьте, пожалуйста. Это они издеваются надо мной, потому что я по тупости, по незнанию, на подъемнике влез в какую-то дикую высоту, я думал так же, и съехать обратно. Мне предложили проползти первые 20 метров, и удача началось. Вы себе представляете, этот коллег героически тащил меня несколько часов сверху вниз, то, слава богу, мы бы остались живы, потому что там все время, вот, гора такая, ну, и потом все говорят, вот, я покорил. Ну, я вот всегда желаю людям, знаете чего, это хорошее настроение, потому что это, наверное, самое главное, и одна из главных задач этой передачи – нести людям хорошее, замечательное настроение. Давайте споем песню, которую вы наверняка сразу подхватите без разучивания, потому что, видимо, каждый из вас ее знает с детства. Песенка о хорошем настроении. Можно похлопать, потопать, подпевать. Если вы однажды шли в толпе прохожих, И на вас наехал старый грузовик, Вспомните, как много есть машин хороших, Их у нас гораздо больше, вспомните бронях. Без сомнения вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. Семилетний мальчик курит папиросы, Никотин глотает, прячась от родных. Вспомни, мальчик, сколько сигарет хороших, Скажем, сигареты ява, вспомните броней порт. Без сомнения вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. И если вы сегодня, скажем, при зарплате, И хотите семгой угостить родных, Вспомните, как много есть бычков в томате, И их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы в подъезде были огорошены, Получив при этом раза два потых, Вспомните, как много пьяных есть хороших, Их ведь с каждым годом больше, Вспомните про них. И улыбка, без сомнения вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. Еще раз! И хорошее настроение не покинет больше вас. Огромное спасибо вам, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я хочу пригласить к микрофону Это певец Виктор Верхотурцев. Он очень такой интересный человек, У него какие-то, всеми с ним происходят Всякие события интересные, И в то же время его как-то всем Бог хранит. Когда мы ехали на гастоль в Америку, То его приглашали в посольство почему-то, И хотели с ним беседовать. Никого больше не позвали, а его позвали. Он беседовал, тоже у меня, как его... Если я там останусь, то им труба. В общем, короче, они говорят, Вы нигде не были за рубежом. Как нигде не было? Я принес им даже паспорт. В общем, он принес им паспорт, где не было... Я в Сиро объездил. Да, я расскажу. И нигде не остался. Просто не взяли. Были предложения. Значит, паспорт. Он говорит, у вас же нет, вы никуда не выезжали. Он говорит, как не выезжал? У меня еще один паспорт есть. Он так потряс американское посольство, Что сбежали все сотрудники. Ставят осматривать его, сравнили фотографии, паспорт. Короче, у него оказалось еще третий паспорт. Это его с послом. Только поэтому он и выехал. Моя гитара. Тебя люблю я. Моя гитара. Я тобою пленен. Я тобою любовался. Твои алые губы Променял не на что. Попали, помню, счастливы были. О любви говорили. О любви говорили. Ты связала два банда. А на гитаре моей. Ты связала два банда. Тюрналою лентой. Тюрнало. Тюрнало. Тюрнало не развяжет. Их никто никогда. Покрывшись пылью, она висит на стене. Покрывшись пылью, она в утром просит, чтобы я ей напомнил ту прошедшую грудь. И глазами гриба, она в утром просит, чтобы я ей напомнил ту прошедшую грудь. И глазами гриба, она в утром просит, чтобы я ей напомнил ту прошедшую грудь. Гриба! 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 Продолжение следует...